Я расправляю крылья, чтобы взлететь. Я чайка, парящая над морскими просторами, просторами творчества, знаний и возможностей. Я будущий финансист. Сегодня, во времена бюджетного кризиса, наша страна нуждается в грамотных специалистах. Анна Дунаева, студентка 4-го курса промышленно-экономического колледжа. Участница конкурса «Ивановская красавица» стала народной чайкой, обладательницей приза зрительских симпатий на всероссийском конкурсе «Чайка-2016», который состоялся в Ярославле. За Аню свои голоса в соцсети отдали 1675 человек. На протяжении всей подготовки у нас проходило голосование в социальной сети ВКонтакте, где каждая участница агитировала своих друзей, свою область за то, чтобы они проголосовали и отдали свой голос за понравившуюся участницу. И Ивановская область меня поддержала, наверное, всех лучше. В Ярославль Анна ездила не одна, а с большой группой поддержки. Ей помогали воспитанники студии современной хореографии «Возрождение» городского центра культуры и отдыха. Ребята и педагоги помогли сделать творческую презентацию. Съездили мы отлично. Ребята там были замечательные. Готовились мы к этому выступлению. Был достаточно короткий срок, и в торопях мы довольно-таки готовились. Старались в тематику попасть. Творческий номер, который Анна представила на суд жюри, состоял из нескольких частей. В нем нужно было презентовать родной город и рассказать о самой участнице. Причем сделать это нужно было в патриотическом ключе. Поэтому такой вот синтез номера получился, где мы в первой части рассказываем о видеопрезентации о том, кто такая Анна. Дальше Анна исполняет песню об Иванами. Хорошо, что у нас такие песни есть о нашем городе, потому что о других городах и областях, как мы увидели на самом конкурсе, таких песен очень мало, практически не было. Мы костюмы взяли именно сица, который демонстрирует характеристику Ивановской области, сицевый край. И потом закончили номером. Это барабанщицы. Чайка – это конкурс, приуроченный к полету первой женщины-космонавта Валентины Терешковой среди самых ярких девушек России. Но, как рассказала Анна, это не только конкурс красоты в его привычном понимании. Это еще и интеллектуальное состязание. Девушки должны были продемонстрировать все свои таланты в различных сферах жизни, будь то творчество, спорт или общественная деятельность. У нас даже были девочки, которые посвящали себя нескольким направлениям. Вот я, например, и в хореографии, и в вокале, то есть и общественный деятель, и волонтер. И бороться с такими конкурентками, наверное, это очень круто, потому что приезжающий на всероссийский конкурс и, конечно же, совершенно другой уровень. И это большая честь защищать Ивановскую область. Валентина Терешкова на этот раз не смогла приехать к конкурсанткам по состоянию здоровья. Но девушки успели посетить планетарий и прошли интеллектуальный этап конкурса, где очень пригодились знания на космическую тематику. Любовь Почерникова, Андрей Семелков, РТВ Иванова.